Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг-М». В компании «АвтоСтронг-М» 200000 очень качественных бэушных запчастей. Прямо сейчас я нахожусь на четвертом этаже нашего огромного шестиярусного склада, где очень много кузовных запчастей именно для вашего автомобиля. А также у нас отличные цены и быстрая доставка. Ну а прямо сейчас встречаем японский двигатель Mitsubishi 4D56. Двигатели Mitsubishi 4D56 – это рядные четверки объемом 2.5. Данные двигатели производились с 1986 по 2016. 30 лет в строю. Но, естественно, эти двигатели неоднократно модернизировались. Его первая версия мощностью 74 лошадиных силы была атмосферной. С вихрекамерами, восьмиклапанной ГБЦ и ТНВД распределительного типа. Затем последовали версии с турбонаддувом и интеркулером и без интеркулера мощностью 86 лошадиных сил. Самая мощная версия оснащалась турбокомпрессором с жидкостным охлаждением картриджа. В 2001 году данные двигатели модернизировали, и они получили новую, но все еще восьмиклапанную ГБЦ и топливную систему Common Rail от Denso. В 2005 году данные двигатели получили 16-клапанную ГБЦ. В 2007 и 2010 появились самые мощные версии – 167 и 178 лошадиных сил. Параллельно с модернизированными двигателями производился и вот такой старый двигатель с ТНВД распределительного типа, но с электронным управлением. Такие двигатели были распространены в Японии и Европе, а в СНГ появились в 2007 году. А в 2008 году все двигатели с ТНВД распределительного типа сняли с производства. Все двигатели 4D56 имеют ременной привод ГРМ, не имеют гидрокомпенсаторов в приводе клапанов, а также оснащены балансирными валами. Двигатель Mitsubishi 4D56 нашел свое применение на всех крупных полноприводных автомобилях Mitsubishi, на всех вариантах Pajero, Delica, Pickup L200. Также данный двигатель производили по лицензии производители Hyundai и Kia под обозначениями D4BH и D4BF. Мнение о надежности двигателями 4D56, а именно их викрикамерных версий, разные. Некоторым владельцам данный двигатель кажется очень надежным, ресурсным и ремонтопригодным. А многим владельцам данный двигатель доставил хлопоты в виде дорогостоящих капремонтов и даже замены двигателей. На практике же оказывается, что этот двигатель исправно служит в руках знающих владельцев, которые умеют его правильно обслуживать. Двигатель 4D56 очень интенсивно истекает маслом по прокладке клапанной крышки, по сальникам коленвала, по датчику давления масла, а также по вакуумному насосу. Я думаю, что вы по нему уже соскучились. Сегодня в разборке нам будет помогать. Встречаем, Николай. Мы начинаем нашу разборочку. Вакуумный насос приводится от генератора и установлен позади генератора на одной оси. Вакуумный насос может дать течь масла по трубкам подачи и слива масла. Также течь масла чаще всего возникает по сальникам общего вала вакуумного насоса и генератора. Сальники находятся в корпусе генератора, поэтому для их замены надо снять весь узел, разделить его, потом располовинить правильно генератор и заменить сальники. Сальники находятся в его передней части. Клапан EGR на двигателе 4D56 с пневматическим актуатором простой. Глушится без проблем. Достаточно поставить прокладку на канал подачи отработавших газов. Но уже это поздняя версия и клапан с обратной связью. Поэтому ошибки могут возникать, если нарушается подвижность штока. Клапан EGR управляется электромагнитным клапаном. Также электромагнитным клапаном управляется и заслонка, так называемая захлопка, которая закрывается при глушении двигателя для более мягкой остановки. Двигатели 4D56 оснащались турбинами Mitsubishi TD04 или TD035. В данном случае у нас версия турбины с перепускной заслонкой, которая управляется электровакуумным клапаном. Также есть еще самоуправляемые турбины. Так вот, в случае с самоуправляемыми турбинами, если давление наддува 1,8 бар, то есть избыточное давление 0,8 бар, это давление воздействует на диафрагму актуатора, который соединен штоком с перепускной заслонкой. Турбокомпрессор надежный и служит долго. Верный признак его износа – это наличие масла во впускном коллекторе, а также в интеркулере, если он присутствует во впускной системе. Случаи разноса двигателя при работе на этом масле очень редки. При износе турбокомпрессора возникает очень сильный люфт вала. Крыльчатки задевают за корпус турбины, турбина гудит, мощность падает. В данной турбине люфтов никаких нет. Только что мы сняли кожух ГРМ. Посмотрите, что мы видим. Вот этот ремень внутренний, маленький, который приводит балансиры. Он порван. Сейчас мы все подробно расскажем. Нередко на двигателе срезают шпонку коленвала, после чего прекращается привод всего навесного оборудования. Также паз, в котором находится шпонка, также может разбиться. После этого шкив фиксировать на коленвале достаточно проблематично. Если передний сальник коленвала часто просится на замену из-за постоянной течи либо запотевания, значит, есть выработка на самом коленвале. На двигателе 4D56 используется зубчатый ремень. Также используется маленький ремень, который приводит балансиры. Менять эти ремни надо каждые 80 тысяч километров. Так ходит оригинал. Производитель предусматривает процедуру подтяжки ремней каждые 30-40 тысяч километров. Если забыть и не делать эту процедуру, то ремень может быстро износиться и порваться. Для чего нужна подтяжка? Потому что здесь нет автоматического натяжения ремня. Здесь ремень изначально при установке натягивается пружиной, затем фиксируется двумя болтами. Для соблюдения процедуры подтяжки надо просто открутить эти два болта. Ремень натянется, закрутить два болта и собрать все обратно. Вообще ремень ГРМ и ремень привода балансиров на данном моторе – это проблемное место. Обычно ремень ГРМ рвется из-за несоблюдения сроков его замены либо же из-за некачественных заменителей. Также ремень ГРМ может порваться из-за разрыва ремня балансиров, который подпадет под ремень ГРМ. При разрыве ремня ГРМ поршни и клапана в этом двигателе встретятся, но клапана не погнет, потому что весь удар на себя берут коромысла. Они здесь сделаны деформируемыми. Опытные поджироводы возят с собой ремень и коромысла. Говорят, что произвести ремонт и восстановление данного мотора можно всего лишь за пару часов в дороге. Важно, если ремень ГРМ порвался или перескочил, то ни в коем случае нельзя заводить двигатель, потому что повреждения будут более катастрофические. От удара поршней, а клапана поломается ось коромысел. На двигателе 4D56 Common Rail от разрыва ремня ГРМ может вырвать болты креплений и бугелей распредвала. Версия двигателя, которую мы разбираем, оснащена ТНВД распределительного типа Bosch VE, который выпускался под маркой Zexel. Данный ТНВД очень надежный и ресурсный, способен прокачивать топливо практически любого качества. Проблемы с ним связаны с механическим износом его деталей. При износе плунжерной пары возникают хорошо известные симптомы. То есть, двигатель отлично заводится на холодную, хорошо работает на горячую, но не заводится на горячую. Дело в том, что при нагреве увеличиваются зазоры в плунжере. Плотность здесь топлива падает, и насос не может нагнетать достаточного давления топлива для впрыска. Поршень автомата опережения впрыска может подклинить из-за мусора. Тогда двигатель теряет мощности, дымит, стучит при раннем впрыске, плохо набирает обороты. В данном случае у нас поздняя версия ТНВД с электронным управлением. Здесь в голове находится механизм, который управляет впрыском, то есть он соединен с электронной педалью акселератора. Поршень автомата опережения впрыска управляется электронным сервоприводом. Если двигатель с этим ТНВД барахлит, то надо снять сеточку и почистить, которая находится вот здесь, на начале подачи топлива. Но чаще всего на этом ТНВД вызывает проблемы клапан отсечки. Симптомы такие же, как при износе плунжера. То есть двигатель отлично заводится на холодную, а на горячую может не заводиться вообще. На некоторых версиях данного ТНВД здесь установлено реле иммобилайзера. Так вот, оно может глючить, из-за чего двигатель не заводится, то есть стартер крутит в холостую. Что делают владельцы? Просто убирают отсюда реле и подключают данный клапан напрямую. В нашем случае по заводу здесь никакого реле не предусмотрено. Простые механические топливные форсунки служат хорошо, но в них могут выйти из строя распылители. На это указывает плохой запуск двигателя, который сопровождается клубами синего дыма из выхлопной трубы с запахом солярки. Прогретый двигатель заводится лучше, но при перегазовке из выхлопной трубы валит синий-черный дым с характерным запахом топлива. Данные форсунки легко и дешево ремонтируются. В данном двигателе 8 клапанов, которые приводятся одним распредвалом через верхние рокеры, которые насажены на единую ось. При обрыве ремня ГРМ эти рокеры ломают. В данном двигателе проводить ревизию по тепловым зазорам надо каждые 20 тысяч километров и при необходимости их регулировать. Тепловые зазоры в данном холодном двигателе должны быть 0,15 миллиметров. Регулировка клапанов происходит очень просто с помощью ключика, отвертки и щупа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Двигатель 4D56 очень чувствителен к перегреву. При превышении рабочей температуры ГБЦ может легко и непринужденно деформироваться. Появятся трещины между клапанами, а также трещины в вихрекамерах. Перегрев может случиться как из-за неисправного термостата, так и из-за утечки антифриза по патрубкам и штуцерам, которые идут к отопителю салона. Также пробивает прокладку ГБЦ. Тогда газы большими порциями попадают в систему охлаждения, появляется бульканье в расширительном бачке. При поступании большого количества газа в систему охлаждения разрушаются патрубки и может даже разрушиться печка салона из-за избыточного давления. Нередко при ремонте люди ограничиваются только заменой прокладки, потому что думают, что дело только в ее пробитии. На самом деле замены прокладки недостаточно, потому что течь между контурами и цилиндрами, масло и антифриза остается. Поэтому, скорее всего, понадобится шлифовать ГБЦ, либо же устанавливать прокладку ремонтного размера. Данное ГБЦ по состоянию зашибись, никаких трещин. Заметим, что вот это вихрекамеры, а не форкамеры. Балансированные валы на двигателе 4D56 ни в чем не провинились, они не заклинивают, как в нарядных четверках Mitsubishi. Мы, кстати, недавно об этом рассказывали. Больше вопросов вызывает приводной ремень, который рвется, и это приведет, как минимум, к остановке двигателя. Также некоторые владельцы убирают эти балансирные валы и, по субъективным впечатлениям, данный двигатель Mitsubishi едва ли работает без балансирных валов с усилившимися вибрациями. Таких случаев, как у нас, когда приводной ремень балансиров порвался и не попал под ремень ГРМ, мало, но они очень счастливые. Также бытует мнение, что нельзя удалять приводной ремень балансиров, потому что нагрузка на и без того хрупкий коленвал увеличивается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Распространенная и крайне неприятная поломка двигателя 4D56 – это поломка коленвала. Коленвал может поломаться как при медленной езде, так и при движении на трассе. Двигатель при такой поломке продолжает работать на оставшихся цилиндрах. Обычно отваливается первый цилиндр, потому что ломается его шейка. Такая поломка может произойти как на двигателе, который никогда не ремонтировался, так и на двигателе, который откопиталили. Причины поломки коленвала точно неизвестны, но есть предположение. Дело в том, что коленвал двигателя 4D56 недостаточно прочный. Тонкие шейки коленвала и недостаточная прочность вала. Поэтому коленвал испытывает вибрации из-за разрушения шкива коленвала, а также разбалансировку из-за удаления ремня балансирных волок и ломается. При замене коленвала на новый эта же проблема может повториться через несколько тысяч километров. При детальном рассмотрении выясняется, что нарушена соосность опор коленвала. Разница в несколько сотых миллиметров приводит к усиленному изгибанию коленвала. Он не выдерживает этих нагрузок и лопается. Также очень быстро лопается оригинальный коленвал, если при капремонте меняли вкладыши и шлифовали его шейки. То есть и без того ненадежный коленвал становился еще тоньше. Также есть мнение, что был заводской брак. Но с другой стороны некоторые двигатели 4D56 прошли более 500 тысяч километров с заводским коленвалом. На версии двигателя с Common Rail коленвал уже с более толстыми шейками. Но зато с цилиндропоршневой группой у этого двигателя все в порядке. Посмотрите, никакого износа практически на коренных вкладышах, никакого износа на шатунных вкладышах, ни намека на закоксованность поршневых колец. Вот такой сегодня противоречивый двигатель мы разобрали, разборка закончена. Напишите в комментариях, какие сюрпризы он вам предоставил. Если вы хотите знать о моторах, коробках и БУ запчастях абсолютно все, обязательно подпишитесь на наш канал. Поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт. И помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг».